кроме тебя господи нет иного бога столь любящего создания свое аллилуйя прости нас господи и помилуй прости и благослови благодарение тебе господь за этот день которого никогда еще не было во вселенной слава тебе благодарим тебя христе божий наш яко насытился над земных твоих благ не лишилась и небесного твоего царствия но яко посреди учеников то их пришелось и спаси мир дая им приди к нам и спаси нас аллилуйя господи благослови этих детей сохрани их от всякого рода зла и греха и от безбожного опыта взрослых пошли милость твою господи пусть они сохранят свое девство пусть из них выйдут проповедники миссионеры аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе господь говорит слове своем что смех ваш обратиться в плач и в рыдание горе вам смеющиеся ныне ибо вас плачете и возрыдаете горькими слезами кровавыми пока господь стучит ваше сердце будьте внимательны мы для того и пришли чтобы возвестить вам истину господню вы не понимаете что мир стоит над пропастью сегодня если человек живет на земле как скот у него нет разума разум бог дает для того чтобы люди искали бога и служили ему боже наш слава тебе ты дивно велик и всемогущ ты сотворил этот мир чтобы люди знали тебя служили тебе хвала тебе господи велик господь и достохвален истина его превыше всего господи в разуме и детей коснись их сердец не дай им погибнуть господь и бог наш слава тебе велик и дивин наш господь кроме тебя нет иного бога ты наводишь на всех страх от крестного знамения и слова твоего содрогая со все аллилуйя боже хвала тебе благодарим тебя наш господь христос и люди как листья с деревьев одни падают другие вырастают прости нас владыка что человек поставленный как царь природы потерял все и сделался хуже скотины боже слава тебе помилуй нас господи помилуй нас и вот проходят дни человеческие пролетают мгновение здесь жизни человеческой 70 лет а при большей крепости 80 лет и самая лучшая пора их труд и болезнь и проходят быстро и мы летим еще мы пристанем пред бога после смерти знали мы ли тебя господи ты послал проповедника по всему миру сказал кто будет веровать в тебя умершего за наши грехи христа иисуса тут будет иметь жизнь вечную соблюдать заповеди его они верующие сына божия иисуса христа не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем прости нас владыка седьмикратно в день прославляем тебя за суды правды твоей аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш господь сатана раздел людей они не знают пути истины господи благослови этих детей сохрани их от всякого рода зла и греха от несчастного случая откроем истину твою и приведи их святую православную церковь хвала тебя наш иисус слава тебе да будет безопасно моих движения добрый ангел-хранитель да защитит от всего что не славит от нечаянной смерти благослови господи и управ путь их для славы твоей аллилуйя ты никогда посылает человека который встретил тебя на пути и ты им разъяснил шествующим в маус что это ты господь христос слава тебе благодарим тебя христе боже наш милости твоей полна земля аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя прости нас господи и помилуй и защити наследие твое боже будь милости в камне грешным создавший меня господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй слава отцу и сыну и святому духу и ныне и присно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови аллилуйя 118 псалом 57 стиха удел мой господи сказал я соблюдать слова твои молился я тебе всем сердцем помилуй меня господи по слову твоему размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим спешил и немедленно соблюдать заповеди твои сети нечестивых окружили меня но я не забывал закона твоего в полночь вставал словословить тебя за праведные суды твои общики о всем боящимся тебя и хранящим повеления твои милости твои господи полна земля научи меня уставам твоим благо сотворил ты рабу твоему господи по слову твоему доброму разумению и ведения научи меня и заповедям твоим я верую прежде страдания моего я заблуждался а ныне слова твое храню аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе посети боли болящих и болящих и болящих и болящих и болящих одиноких покинутых яви милик твой господи и защити наследие твое доброму разумению и ведения научи меня ибо заповедям твоим я верую прежде страдания моего я заблуждался а ныне слова твое храню благ и благодетелен ты научи меня уставам твоим аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе гордое сплетает на меня ложь я же всем сердцем буду хранить повеление твои ожирело сердце их как туг я же законом твоим утешаюсь благо мне что я пострадал дабы научиться уставам твоим аллилуйя господи пошли добрый благовестников миссионеров дабы возвестили о любви твоей через сына твоего пошли к христианам язычникам иудеям мусульманам буддистам и всем возвести о дивной любви твоей о радостной вести твое воскресенье из мертвых что ты умер за грехи людей и призываешь к покаянию а люди из жизни устроили содом и гоморру которая сгорит в огне за отступничество от тебя господи прости нас помилуй и благослови научи жить свято целомудренно исполняя заповеди твои прославлять твое всемогущество ибо нет иного бога кроме тебя наш бог иегова саваов аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе боже будь милостив ко мне грешному создав меня господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе честь и поклонение слава и благодарение во веки веков аминь будь милостив ко мне грешному господи спаси пощади наследие твое отче наш сущий на небесах да светится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущий подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас во искушение но избавь нас от лукавого ибо твое есть царство сила и слава вовеки аминь слава тебе боже наш слава тебе аллилуйя приближается день пришествия твоего а перед этим придет антихрист пощади нас господи дабы никто не отрекся от имени твоего святого при воде с нами аллилуйя найди наших родных и близких еще не знающих тебя хвала тебя наш господь слава христу аллилуйя слава иисусу христу я понимаю так у вас какие-то вопросы откуда вы читали я считал псалтырь это посреди библии находится книга псалтырь она написана 3000 лет назад царем пророком и псалмопеусом давидом а это вот наши ресурсы если желаете узнать посмотрите вот это наши ресурсы вот салтырь правильно вот она и есть самое есть 118 псалом откройте 118 и псалом 52 стих вот 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 какой вы богатый человек того молодец ну вот тобина у вас дома благословение господне оказывается святая псалтырь вот ежедневно молимся и по псалтыре и утреннее правило соблюдать надо и каждый день вот это 7 раз в день по 100 поклонов семикратно в день это четки такие продаются мы строим с нуля православную деревню где человек должен сразу согласен до не должен лгать пить материться воровать вот так я вас слушаю где это происходит это и происходит данный момент город барнаул алтайский край извините если у вас будет желание по skype встретиться вот моя фамилия и имя только зарядите в ю тубе сразу найдете у нас на ю тубе 14 тысяч роликов у нас народ верующие все подобно так правила такие что неверующие в деревне не селится мы с нуля начали а деревень то 21000 разрушена бери любой начинай со своим уставам господь благословил нас мы имеем все голодом никто не ложится спать чистый воздух чистые продукты дети не слышат ни одного мата в школе все учителя верующие а как как вы думаете я вам говорю я помор из беспоповцев до к у нас корни все старообрядческие киржаки киржаки без беспоповцы мы потом поняли что без священства никак нельзя даже старинные книги у старообрядцев там написано иерей глаголит все верить или это нету и поэтому это роскошно до без священства нет это священником дана власть отпускать грехи и прочее а без поповцы этого не имеют а у старообрядцев есть два направления или два общества это белокреницкая иерархия и новозыпковская древнеправославная у них есть священство им ближе все туда идти там все соблюдается старые книги также двоеперстия все но мы как приучены так и молимся у меня брат священник мы относимся к русской православной зарубежной церкви но у нас хорошее отношение с патриархийными их митрополит к нам приезжает ну потому что в то время когда мы регистрировались были отношения очень сложные никак нельзя но мы везде людей направляем московскую патриархию делать я проповедую ездим а нам никак нельзя у нас такие условия что мы вторглись то что недосягаемое другим мы говорим что неправильно в церкви что крестит неправильно только мокрая ладошка так это не годится все за деньги а будучи там они сразу нас раздавят не деревне не будет ни лагеря ничего повторить его счета прерывистый голос был я прошу прощения за связь а вы имеете виду полное погружение младенца при крещении в купель и взрослые дети дожить трижды погружаться во имя отца и сына и святого духа у старобрядцев никогда не было за 365 лет чтобы они лоб мочили старобрядцы тут пример они сохранили как при князе владимира было а какой же вы старобрядец если курите так у нас принято что когда кури кури то мы не разговариваем так тогда я ухожу от вас или вы бросите курить так курить никак нельзя это уста курящего демонская кодельница говорит ян кронштадтский так всего доброго вам до свидания до свидания